Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы продолжаем играть в To The Moon. Итак, мы находимся в очередном воспоминании Джона. И, как я полагаю, нам нужно продолжать искать новые мементо. Давайте смотреть. Они уже тут поговорили. Так, мементо, минутку. Они что, маяк Аней называли? Видимо, я был прав. Видимо, так. Выходит, что Ривер отказалась от лечения ради маяка? Не слишком ли это? Я видела вещи и более странные за время своей работы. Я тоже, но все равно никогда не смогу этого понять. В любом случае, нас это не касается. Она не наш клиент. Получена заметка Ани. Так. А что-то я тут... Опа! Это кто? Они дали мементо. Это они есть. Это Джон с Ривер. Они идут к маяку. То есть мы сейчас потихонечку в прошлое идем. Опять мементо. Все, все собрано. Как-то все очень легко получилось. А я помню это место. Здесь машину. Нила оставил машину на дороге. Точно, точно. А больше ничего тут и нет. Мне так кажется. А куда же мне идти-то? Возвращаться, что ли? Тут где-то должен быть барьер. Но где он? А, они каждый раз тут проходят. Барьера я тут чего-то не вижу. Он должен находиться где-то поблизости. Но вот где? И... В чем он будет? Так, сюда нам никак не пройти. Вот что-то как-то я сначала сказал легко. А теперь я уже не понимаю, куда мне идти нужно. Так. На дороге его точно нет, этого барьера. А! Вот, смотрите. Нашел. Случайно нашел причем. Так, давайте разбиваем. И подготавливаем. Это у нас бумажный кролик. Идеально за 5 ходов. Ну... Давайте пробовать. Так. Давайте так попробуем. Вот так покрутим. Слушайте, ну я просто... Наугад. Реально, наугад. Просто наугад. И все. И реально получилось. Активируем. А я сначала этого кролика не заметил. Он сливается с окружением. А вот, видимо, и первый кролик, которого нашел Джон. Он пока еще не понимает. Ривер? Или понимает? А, мы вот тут. Давайте же поскорее узнаем, что же здесь было. Какая тут история. Ну и будем искать мемента, конечно же. Ну, пока не видно. Так. Опять мы в этом доме, в знакомом уже. Подарок какой-то или что? Коробочка. Новая коробка с белой бумагой. Ого. Я, кажется, знаю, к чему это. Да, к роликам. Наверное, старый рояль. Каким боком они смогли его наверх затащить? Кто знает. Но, по-любому, для Тардис это было как два пальца об асфальт. Не думаю, она даже в дверь не пролезет. И правда. Ну вот и порешили. Двигать рояли тот еще геморрой. Для кого бы то ни было. Можно было бы целую серию снять про то, как его запихивали. Хотел бы я эту серию посмотреть? Я тоже должна быть эпичной. Интересно они... О. Куча кроликов. Ты сходила в парикмахерскую так рано? С утра? Что ты там делаешь? Кроликов. Ты видел кролика, которого я оставил о тебе? Да. Расскажи мне о нем. А? Опиши кролика. Что-то знакомое такое было уже. Ээээ... Он желтый. Что еще? Немного толстый. И? Ну... Это просто бумажный кролик. Не знаю, что тут еще описывать. Ты странно себя ведешь, Ривер. Что-то не так? Ривер? Не знаю, как у тебя, но у меня какое-то дежавю наоборот. Да. Да-да-да-да-да. Не... Уотс. Уотс прав. Думаю, я знаю, что у нее за синдром. Но даже учитывая его, это слишком странно. Думаешь, она... А ты? Может быть, кто знает. Но, как ты уже сказала, она не наш клиент. Давай заниматься тем, за что нам платят. Так, мементо, да? Корзина. Много длинных прядей рыжих волос. Утконос игрушечный. Это барьер. Но это не все. Мы один мементо пропустили. Вот когда она начала этим заниматься, да? Вот когда она начала этим заниматься. Хорошо. Здесь мы все сделали. И мы разбиваем барьер. Подготовить. Ну, конечно, мне повезло очень с кроликом, как я быстро его собрал. Опять утконос. Идеал. Три хода. Я не знаю, как это за три хода можно собрать. Но я опять угадаю. Мне кажется, или это слишком просто. На самом деле, просто. Всегда с диагонали везет. Ну что ж, активируем. Где это мы? Утконос, причем в машине, что самое интересное. Ой, не то. И почему-то бегать нельзя. Вот, что-то я не пойму. С бегом с этим. Утконос. Что он тут делает? Почему машина прозрачная? Не пойму я. А, знакомый лес. В самом начале игры мы в нем были. Точно, точно. Мементо пошли. Причем, по-моему, мы пропустили что-то, да? Что-то мы пропустили. Что-то тут не то. Или они не в правильном порядке могут идти. Мы идем как раз к дому. Которого, я так понимаю, нет, да? Здесь должен был быть дом, не так ли? Дом, который не должен был здесь стоять. Нет, ну правда, почему невероятно высокие и опасные места привлекают людей? Заметка акрофобия. А, да, действительно, смотрите-ка. Все не так. Не по порядку они идут. Ага. Ну давайте сюда пойдем. Или нет? Нет, все правильно, все правильно. Поехали. Вон какая-то дыра тут. Маяк, нет? Да, смотри. Смотрите, это они. И вот маяк как раз. Светит. А он же не светил вроде, нет? Именно поэтому ты в тот день подошел ко мне? Да. А что сейчас? Я думаю, сейчас это уже часть истории. Послушай, это было очень давно. Это не слишком важно сейчас, но Изи сказала, что я должен рассказать правду. Я не должен был портить память о нашей первой встрече. Что это? Фудбэг? Ты можешь докинуть его до Ани? Не знаю. Хочешь, чтобы я попробовал? А можешь? До маяка. Ривер, с ума сошла? Уйди оттуда. Я думаю, это воспоминание недалеко от последнего. Думаешь, они связаны? Возможно. А, можем подойти к ним? Угу. Рюкзак это барьер. Все-таки зачем она постриглась? Мне нравятся длинные волосы. А, в этом есть что-то, да? Так, мы сейчас разбиваем Мемента рюкзак. А что в нем интересно? Явно не карта. Оу, идеально четыре хода. Неужто опять диагональ? Не думаю, не думаю. Хотя, может быть. Нет, вот на этот раз мне не удалось. Нет, нет. Это явно не четыре хода. Так, это у нас... Ну, это все было очень просто. Как же я не догадался? Пять ходов. Шесть ходов. Смотрите, стертые, видите, личности. У всех это проявляется по-разному, Джон. То, что у нас один и тот же синдром, не значит, что у нас одинаковые головы. Но ты же можешь чем-то помочь? Поначалу все было нормально, но теперь она замкнулась в себе еще сильнее. Даже когда мы в одной комнате, она все равно где-то там. Это начинает сказываться на мне. Я уже не знаю, как жить дальше. Ну, не скажу за нее, но многим из нас тяжело общаться. Правда, общение жестами – это совсем другое. То, что ей трудно выражать свои чувства, отнюдь не значит, что у нее их нет. Она еще там, да? Иногда тебе нужно просто верить, что ей не все равно. Это очень трудно изо дня в день. Я знаю. Стой, Изи. Но ты-то вроде нормальная, нет? То есть у тебя разве не то же самое? Во-первых, мне поставили диагноз еще в юности. Если захотеть, то нет ничего невозможного в том, чтобы внешне соблюдать общепринятые нормы. Но знаете, мне жаль, Ривер. Но, с другой стороны, я ей завидую. Я... Я актриса, я играю всю свою жизнь. Не только на сцене, но и вне ее. Практически каждую секунду. И я достигла в этом успеха, потому что у меня не было другого выбора. Для меня это единственная возможность быть нормальной. А Ривер... Она не такая. Она осталась изгоем и отказалась учиться не быть им. Не знаю, был ли у нее выбор или нет, из храбрости это или из трусости. Бывают дни, когда я просто не могу больше притворяться. И тогда я понимаю, что уже слишком поздно. Та Изабель, которую все знают, всегда на виду. А настоящая я уже давно стала чужой. Наверное, в конце концов, я просто завидую ей. Хм... Никогда не встречал женщину с таким диагнозом. Ну, фактически ты и не встретил. Это не наше дело. Пойдем. Так, Мементу уже получен. Давайте осмотримся. Чего тут есть? Люди, которых... Ну, самое что интересное, на них можно нажать. Мир был бы намного лучше, если бы люди лучше запоминали лица. Опа! Как интересно, да? Внезапно. Ривер что-то читает. Но здесь больше ничего не работает. А в чем же дело? С ними поговорить нельзя. А в дверь можно выйти? Нет. Что-нибудь новенькое сегодня? Нет. Что перечитываешь? Новое платье короля. Опять эта книга. Я в детстве любил эту книгу. До сих пор любишь, да? Конечно. Только теперь за другое. Я, когда был маленьким, любил книги про аниморфов. Знаю. Твоя мама подарила тебе книгу про них на свадьбу. Хе. Да, это был самый странный свадебный подарок. Похоже, в детстве я был прямо-таки одержим ими. А почему так и не читал их с тех пор? Ммм. Я видел, и их собирают пыль в гараже. Ну, я просто вырос из них, наверное. В смысле, это же детские книги. А что плохого в чтении детских книг? Они успокаивают. Наверное. Думаю, я как-нибудь возьмусь за них. Ай, и он, смотрите, Джон везде смотрит книги. А как же Дэвид? Он мой любимый персонаж. Эээ, не знаю. О чем это вы? Об аниморфах. Не читали? Нет. Да. Правда? Типа того. Ха. А в какое животное Дэвид превращается на обложки? Ответь по-английски. Эм. В смысле? Откуда я? Я не читал. Ну. Допустим. Допустим, кат. Кот. Нет. Неправильно, наверное, да? Или буквы тут не важны. Я, видите, как написал-то? Ой-ой-ой. Как удалить? Как удалить? Как удалить-то? А, вот. Я уж испугался. Кат. Не похоже на правду. И волнуйтесь, сейчас я выясню. А-а-а. То есть... Вот оно как. Интересно. А зачем это выяснять-то? Мементо. Тобиас. Ястреб. Рэйчел. Медведица. Джейк. Тигр. Марка. Горилла. Дэвид. Кобра. Кэсси. Волчица. А что? Да. Так. Интересно стало. Мог бы просто загуглить. Ну да. Ну, тут понятно. Кобра. 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 Точно. В Кобру. Жаль, что они не оставили старые обложки вместо этих листов. Они были клевые. Мы должны разбить книгу. И что это будет? Какое-то... Да. Книжка. Ну, давайте пробовать собирать. За пять ходов, да? Так. Да. Смотрите. Пять ходов. Идеально. Ну что. Уходим. Из этого воспоминания. Аниморфы. Активировать. О. Все уже уходят. Ну, а я только что пришел. С тобой такое часто бывает. Ой, оставь свои подколки детские. Ищем связи. Смотрите-ка, опять оливки маринованные. Я вижу сыр, но где же мышь? Самая бородатая фраза от тебя за всю ночь. Ты хотела сказать самая сырная фраза. Да уж. Шуточки типа от Санса. Да старая книга про аниморфов. И тут людей много всяких. Но с ними ничего не связано. Да, ничего с ними не связано. Это Джон, что ли? Интересно. Так, а туда можно зайти? Чувствуешь какие-нибудь перемены? Теперь, когда мы обменялись кольцами? Нет. А ты? На самом деле... Да, думаю, да. На что похоже это чувство? Все просто стало. По-другому. Больше ответственности, полагаю. Ответственность. Тебе нравится имя Аня. Ты бы хотел назвать ее Аня? Понимаю. Да, Аня хорошее имя для нее. Эй, пошли со мной. Это добро мне кончится. Я наверняка споткнусь и упаду. Не волнуйся, просто иди за мной. А, они танцуют. Они танцуют на вершине маяка. Оу, блин. Кажется, ты наступила мне на ногу. Прости. Давай попробуем еще раз. Да, маяк и правда для них место очень важное. Клянешься любить или леять ее в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Клянусь. Берешь ли ты мужчину, стоящего перед тобой в законные мужья? Клянешься любить или леять его в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит вас? Да. Властью данной мне объявляю вас мужем и женой. Дамы и господа, позвольте представить вам мистера и миссис Уайлз. Ой-ой-ой, свадьба. Ну да, а ты что ожидал? Не люблю я свадьбы, вот и все. Жидкости имеют тенденцию вытекать из моих глаз. Ну, попросту говоря, он... Он плачет, что ли? Не знала, что ты такой сентиментальный. Ой, я сказал из глаз, я имел в виду изо рта. И под жидкостями я понимал и жидкости, и твердые объекты. Чудесное уточнение, спасибо, Нил. Пошли, и надо выбираться отсюда. Тебя это тоже выбивает из колеи, вся эта радость и счастье, не так ли? Нет, просто не люблю наблюдать, как люди совершают ошибки. О, как. А куда делось твое прочувствуй это мгновение за мгновением? Видимо, доктор Розалин как-то больше разбирается в воспоминаниях. Больше деталей запоминает. Ну что, осталось только идти назад. Но здесь, как я понял, где-то должен быть... А, вот они. Они обедают. О, пойду проведаю твою тетю. Ладно, мам, скажи спасибо, что пришла. Скажу. Я так горжусь тобой, Джоуи. Джоуи? А, так звали моего деда. Его не стало еще до того, как я родился. Мама меня так называет. Как так получилось, что я об этом не знал? Как-то получилось. Лучше зови меня Джон. А, только неочередная порция розовых соплей про дедушку и детство. А ты что-то так сильно против? В смысле, ты сам часто говоришь о своем дедушке. Я? Не. Ну да, конечно. Получена заметка, Джоуи. Так. Я так горжусь, Джоуи. Это все? А где же... А где же сам этот Мемента? Что мы ищем? Или мы еще не договорились со всеми? Или нужно опять возвращаться? Чего-то тут опять не так. Надо поискать. Вниз можно пойти, интересно? А, да. Да-да-да, смотрите. Значит, Мемента там. Там же вроде был утконос. Внутри прозрачной машины. Не, а смотрите. Это люди, которые приехали на свадьбу. Ему уже не поможешь, Ривер. Уверен, это была случайность. Они сбили кого-то? Пошли, опоздаем. Подожди. Это кролик? О-па-па. Думаешь, с этого начались бумажные кролики? С чего бы такой какой-то сбитый кролик так повлиял на нее, не говоря уже о том, сколько лет прошло? Меня не спрашивай. Ты ведь здесь единственная женщина. Я буду уверен, что... Что единственная, когда ты прыгнешь с тарзанки без веревки. А кролик есть, Мемента? Ну, естественно. Как я мог вообще сомневаться в этом? Так, этого кролика нужно теперь собрать. И это вроде за три хода делается. Это очень просто. Слушайте, кажется, я начал видеть. Хотя я уверен, что видеть тут особо нечего. Все очень просто. Знаешь, эта свадьба просто фантастика, учитывая, что в роли Мемента сбитый кролик. Эй. Может, она увидела в этом метафору неудачного брака? И спустя много лет начала складывать кроликов, потому что она поняла, как все было тухло. Или, ну, что-то еще в этом духе. Классно все расписал Нил. Бедняжка, еще одно несчастное животное. Не смотри на меня так. Воняет, как от фермы. Или, как от сбитого животного. Отключи уже имитацию обоняния, или давай свалим отсюда поскорее. Да, Нил какой-то грубый, конечно. Так, а куда нам тут же везде? Это место очень сильно изменилось, кстати. Тут даже прохода не было. Опа. Я уже спугался. Лошадь. Ого. Не делай этого. Чего? Сам знаешь. Не проходить мимо этой лошадки? Тебе что, пять лет? Отлично, не пройду. Я! Мы теряем время, Нил. Вот блин! Плохо дело. Ай, сделай что-нибудь. Не стой с толпом, помоги мне. Черт, такое в мои обязанности не входит. Доктор Нил, вот, заметка. Никуда она с ним ускакала. Где? Где они? Опа. А тут же он совсем еще мальчик, да? Они на лошадях катаются. Ну, где Нил? Наверное, нужно его сначала найти. Вот, вот он. Вот, по-моему, нет. А, нет, это незнакомые люди. И они едут вот оттуда. А, вот, тут мемента был, оказывается. А я пропустил. Нужно было просто поближе подойти. Ты в этом уверена? Все будет в порядке. Ей это не впервой. Но сама она этого не делала. Я справлюсь. Я не ребенок. Ривер. Так, тут, видимо, тоже что-то случилось. Возможно, она упала с лошади. Или нет, все нормально. В чем дело? Вперед! А, все очень здорово. У него неплохо получается. За ними нужно, интересно? А, интересно. Нил уже свалился с той лошади. Ева! Это слишком. Я больше не могу. Что за кретин? Ох. Ну и овощи. А, на пробел галопом, да? Ева догнать нужно. Мемента. Слушайте, вот это необычно. Еще мемента. Как его догнать-то? И нужно ли? Нил! Стоять! Как его? А, во, все. Спасибо. Уф. И что, куда теперь? А куда он вообще? Куда Нил-то делся? Куда он улетел? Тут никого нет. А, вот он. Вот. Это мемента. Никогда больше не залезу на эту лошадь. Иди добудь остальные звенья памяти. Так они же все есть. Разве нет? Подготовить. Сумочка. А, четыре хода. Кажется, диагональ. Да. Это уже видно. Это просто видно уже. А, они в больнице. Диагноз точный? Да, мы в нем уверены. К сожалению, как и в большинстве подобных случаев, диагноз немного запоздал. Если бы вы узнали об этом в детстве, мисс, это уберегло бы вас от многих проблем. У вас есть книги по этой теме? Вот книга Томми Этвуда. Он один из лучших специалистов по данному вопросу. Можете взять ее на время, только не забудьте вернуть. Спасибо. Так, вы семейная пара? Официально наш брак не зарегистрирован. Так, ясно. Что ж, я могу выписать вам направление к специалисту, если желаете. У вас есть проблемы в отношениях? Нет. А у вас, сэр? Нет, все хорошо. Тем не менее, сэр, вам стоит почитать книгу, которую я вам дал. Это поможет вам понять ее состояние. Я... лучше не стоит. Почему же? Что ж, как скажете. Между тем, возможно, ей сможет помочь один метод. Ипотерапия. Это катание на лошадях. Ей занимаются на ранчо к северу отсюда. Я могу связаться с ними, если пожелаете. Говорил о тебе. Вы посмотрите-ка. Простите, не могли бы вы остановить часы? Тиканье ее очень раздражает. Не настолько, все в порядке. Нет проблем, это обычное дело. Если что-то вызывает у вас дискомфорт, скажите мне. Спасибо. Хм, думаю, это объясняет, почему в их доме часы не тикают. Заметка тика не часов. А вот заметку-то надо уже начинать читать помаленьку. Часы в доме Джонни никогда не тикают. А, ну это мы и так поняли. Они не говорят? А-а-а, это Мементо. Но нам нужно найти звенье памяти. Может, у врача что-нибудь есть? Заметка Тони Эдвуд. А что там? Тони Эдвуд. Автор книг о состоянии Ривер. Не написано. Не написано о каком. Тут ничего нет. Но я больше не вижу... Я больше не вижу звеньев. Почему? Почему я не вижу звенья? И почему они не разговаривают? А, вот. Плюшевый утконос. Поверить не могу, что это исчадие. Ада имеет такую долгую историю. Похоже, за ним хорошо ухаживали. Она совсем ничего не понимает в животных. Подожди еще чуть-чуть. Скоро тебя вызовут. Ну, ну, это мы уже читали. Странно, что мы снова это можем почитать. И... И... И все? Тут должны быть какие-то бумаги или что-то такое. А, вот. Простая дамская сумочка. Вот она сумочка. Теперь... Это вообще что? Что за... А, книга нам не нужна. Я уже что-то... Я забыл, что это часы. Которые остановили. Давайте собирать часы. Четыре хода. Ну, тут... Тут не знаю, кстати. Вот тут я что-то не вижу, как правильно собрать. Но здесь уже большие пошли, да? Явно неправильно. За четыре хода не получится. Или получится? Получилось? Десять... Сорок. Нет, девять сорок. Это снова Джон. Он еще мало уже стал. А почему так страшно-то все? Как будто... Эй, смотри. Я знаю. Не могу поверить, что он платил деньги, чтобы пойти в кино на такую туфту. Да нет же, дурак. Смотри, мы в прошлом. Ух ты. Как мы далеко зашли. Объездся мне. Переваренными макаронами. Он пришел один в киношку. Что за неудачник? Ты всегда один ходишь. Это совсем другое. Никто не разбирается в кино. Достаточно, чтобы разделять мои вкусы. Но это фигня все. Вот как можно высидеть на таком убожестве? И что он уходит? Ему не нравится фильм? Или что такое? И таким образом это кино никчемно. Как на физическом, так и на метафизическом уровне. Ладно, пошли. Что? А, точно. Ну что ж, друзья. На этом мы, пожалуй, закончим эту серию. И на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.